Привет всем! Сегодня я хотела поделиться рецептом, как приготовить кубики льда для того, чтобы освежать наше лицо, для того, чтобы питать его, закрыть поры и, собственно, сделать такую стрессовую терапию для нашей кожи, чтобы она выглядела моложе, подтянулись мелкие морщинки, она была напитанной и ухоженной. У меня специальный рецепт для вас. Кубики льда для питания кожи лица. Итак, приступим. Для начала мне понадобится хорошая очищенная вода. В данном случае у меня вода липецкий бювет. То есть не водопроводная вода, а желательно очищенная, либо хотя бы кипяченая вода, если у вас нет возможности купить обычную водичку. В своих кубиках буду использовать основной ингредиент, это зеленый чай. Многие используют ромашку, но вот именно зеленый чай, он хорошо обладает антиоксидантными свойствами. Ну и, соответственно, вот именно в плане омоложения, наверное, очень хороший будет. Плюс у меня зеленый чай с добавлением жасмина, поэтому будет приятный аромат. Я также буду добавлять лимон. Обычный сок лимона, буквально пару капель для того, чтобы был эффект отбеливания лица. То есть, если у вас какие-то пигментные пятнышки, либо веснушки, вот этот вот лед с содержанием лимончика, он осветлит пятнышки. Если у вас нету лимона, вдруг он закончился и вам лените в магазин, но при этом, если у вас есть эфирное масло лимона, можете добавить эфирное масло лимона. Буквально пару капель, этого вполне будет достаточно. Также я буду в своем рецепте использовать оливковое масло. Его нам понадобится всего лишь тоже три капельки для того, чтобы увлажнить лицо. Вскипятить водичку я буду использовать обыкновенную турку и кувшинчик, которым я буду замешивать смесь для замораживания. Ну, в общем-то, можно приступить. Итак, первым делом я заливаю водичку в нашу турку, буквально немножко, миллилитров 200, не больше. Ну и пока наша вода закипает, я засыпаю в пустую тару, у меня вот такой кувшинчик, зеленый чай. Даже достаточно будет вот такого количества. Нам понадобится немножечко сока лимона. Буквально несколько капель, много не нужно. Я просто выдавливаю лимончик. Вполне достаточно будет одной чайной ложки лимонных капель. И нам понадобится три капельки оливкового масла. Так как у меня нету пипетки, вечная проблема с этими пипетками, я беру чайную ложечку и буквально немножко, насколько возможно. Раз капелька. Ну, а здесь как раз получается около трех капель. Ну и пока мы все это делали, у меня вода достаточно быстро закипела, и можно залить. Заливаю немного. Остатки оставляю. Даем завариться, но и одновременно я немножечко помогу все-таки маслу, насколько это возможно, раствориться и перемешаться соку лимона. Я беру вот такой вот блендер маленький для вспенивания молока и просто вот таким вот образом перемешиваю. Теперь я жду, когда все это дело остынет до комнатной температуры, а потом буду заливать уже в формочку. В общем-то у меня уже все заварилось. Беру формочки и просто я взяла ситечку от своего заварочного чайника и последовательно буду заливать... Для меня вот такого количества будет вполне достаточно. Здесь еще осталось у меня несколько формочек пустых. Я сейчас сделаю еще второй рецепт. Второй рецепт я буду делать из цветов календулы и мяты. Здесь цветы календула, мята и много другой зелени. Я добавляю этой травки опять же совсем немножко. Чайной ложки вполне хватит. Вот этот чайничек. Также я добавлю сюда же чайного дерева эфирное масло. Также 3 капельки, не больше. И снова я заливаю кипяток оставшийся. Ну и теперь ждем пока заварится. Ждем минуточки 4-5. Этот рецепт, он поможет коже, которая склонна к воспалениям, к раздражениям, к высыпаниям на лице. Чайное дерево, эфирное масло, оно как раз устраняет эти признаки. А календула и зелень дополнительная. Она также ухаживает за кожей, как антисептик идет, в то же время и увлажнение, и питание. Но больше это будет такой как тоник. А вот именно как крем для лица ухаживающий, питающий, это будет предыдущий рецепт, который я вам показывала. Чтобы можно было различить, какой из кубиков льда является увлажняющим, а какой тонизирующим, я в кубики тонизирующие буду добавлять вот лепесточки календула. Ну, в общем-то, водичка у нас заварилась. Вот что у нас в итоге вышло. Ну, а теперь настало время положить наши кубики в морозильную камеру. И вот этими кубиками желательно вместо умывания по утрам просто берете этот кубик и наносите его по массажным линиям. Один только кубик. Глаза вокруг обводите прямо по векам, не бойтесь, ничего страшного. Вот, только осторожно смотрите, чтобы не попало в глаза, потому что у нас там есть все-таки эфирные масла и просто масла. От носа, от периферии мы наносим эти кубики. И, насколько я знаю, насколько я слышала, действительно уменьшаются маленькие морщиночки, кожа питается, увлажняется, поры сокращаются. Ну, в общем, кругом одна польза. Активизируется деятельность сальных желез, активизируется деятельность сосудов. То есть, это своеобразная шоковая терапия для кожи, которая в итоге дает отличные результаты. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии и оценки. И всем пока! Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok